Как проектируется кабельный трасс? Есть ли средства для подбора размера лотков? Есть отдельная программа. Программа называется есть канал 2010 на основе иека есть лотки программа 3.0 где сейчас если быстро найду, запущу я могу ее показать. То есть это если отдельными использовать программы. То есть у нас мы можем взять лоток, перфорированный, не перфорированный, добавить кабель. Здесь мы задаем заложены кабели свои какие-то. Мы их можем задавать количество 25. Оно нам автоматически уже пытается указать какой лоток. Но опять же это все от производителей, их программы. Также в первом вебинаре я показывал заполняемость лотка. То есть если вы перейдете на первый вебинар, то вы увидите. Там наглядно было показано как рассчитывается. То есть Шнайдер Электрик, он помимо того, что он предлагает свой каталог кабелей. Вот загрузился проект. Вот сейчас на экране. Это с первого вебинара. Вот Шнайдер Электрик. Он по вот этим кабельным каналам. Здесь есть возможность задавать. То есть у него вот есть путь к трассе. Закладка. Мы выбираем. Она выбирает трассировку. Рисует. И здесь просчитывает по заполняемости. То есть если мы от этого щитка проложили освещение, оно прокладывает по этим лоткам кабели. Подбирает кабели. Я имею в виду сечение подбирает. Он прокладывает, ценяет и рассчитывает процент заполняемости лотка. И также можно указывать какие кабели, какой группы лежат в данных лотках. Но опять же это только для оборудования производства Шнайдер Электрикс. Хотя для кабелей, опять же, и для ширины лотка это значение сильно не имеет. Потому что лотки вы можете выбрать любой конфигурации, то есть размеров. Кабель, опять же, от производителя диаметр кабеля он прыгает.